27-летняя Гульнар стала суррогатной матерью. Женщина попросила не раскрывать ее личность. В прошлом году она родила двух здоровых девочек-двойняшек. Их родителями стала бесплодная пара из Тараза. С заказчиками Гульнар познакомилась через агентство. Когда им отдали малышек, они были так счастливы, словами не передать. Я думаю, это хорошо, хорошим делом. Я подарила детей паре, которая не могла познать эту радость. И решила свои проблемы с жильем, купила квартиру. Все остались довольны. Суррогатное материнство – услуга не дешевая, но абсолютно законная. Расценки варьируются от 2,5 до 9 миллионов тенге. Самые высокие цены на свои услуги выставляют женщины, которые уже имеют успешный опыт рождения детей для бесплодных пар. Если суррогатная мать родит двойню или для рода разрешения врачи выберут тактику кесарево сечения, женщине выплачивают дополнительную компенсацию. При этом заказчики платят ежемесячное содержание – около 200-250 тысяч тенге. Еще одна статья затрат проведения процедуры ЭКО – медицинское обследование, забор генетических материалов заказчиков и подсадка к суррогатной маме – обойдется в 1,5-2 миллиона тенге. Позволить себе воспользоваться услугами суррогатной мамы могут не все. Но процедура с каждым годом становится все востребованием. Спрос рождает предложение. Но стать суррогатной мамой может не каждая женщина. Суррогатная мама должна иметь своего собственного ребенка. Она должна быть рожавшей. И у нее не должно быть никаких швов оперативных вмешательств на саму матку. На момент родов ей должно быть не более 35 лет. Многие говорят, что я здоровая, могу родить. И почему бы не оказать помощь тем людям, которые этого сделать не могут. При этом оставить ребенка себе суррогатная мама не сможет, даже если захочет. Ведь генетически ребенок не ее. Родителями являются заказчики. То есть те, которые нотариально, официально подписали договор. И чью, что там, биологические, да, их там материалы брали. По договоренности, ради бога. Если те, будем говорить, заказчики, супруги-заказчики, которые, не знаю, по какой-то причине они сами отказываются. Либо их эта суррогатная мама уговорила. Юристы говорят, суррогатное материнство должно быть подкреплено нотариально заверенным договором, в котором прописывают все пункты от подсадки эмбриона, течения беременности до оплаты и даже штрафов. Иначе это будет считаться торговлей детьми. А за это уже ждет уголовное наказание. Анастасия Новикова, Золотой Ребеков, информационная служба, телекомпания «Утрар».